Ребята, всем привет! Я сегодня приехал на выставку Евробуд в Киеве. Приехал, во-первых, в декоративные материалы. Ну, интересно, и я приезжал по своим делам. Прилосила меня декор студии Акварель. Пойдем, я покажу. Значит, плюс, здесь они сделали приглашение, да, ну, показали там свои материалы. Мы уже общались. Плюс, сейчас Николай Бурлак, может, кто смотрел мои видео. Я ему когда-то высылал белый песок, такое интересное видео было. Это мой первый подписчик. С того времени мы с ним общаемся уже, наверное, лет 5, да. Но сегодня мы только первый раз встретились. Тем более, он сейчас работает в студии Акварель. Мы идем к нему, и сейчас у него будем что-нибудь спрашивать. Он пока еще не знает, если он, конечно, есть на месте. Ребята, познакомьтесь. Николай Бурлак, мой первый подписчик. Представляем травовую марку «Коле» на Украине. Наши магазины в трех городах. Киев, Днепр, Запорожье. Представляем декоративные материалы, краски, инструмент. Вот, то есть линейка у нас довольно обширная. Вот микроцемент, довольно популярное покрытие сейчас у нас. Подожди, Коль, вначале, чтобы было понятно, сколько лет ты занимаешься декоративкой? С 2009 года. 2009, это же... Восемь лет. Восемь лет. С чего начинал? Начинал с видео, ютуба и с твоих... Ну, то есть так, как у нас все смотрят, да? Ну, я точно так же начинал. Из твоих видео они очень помогли. Ну, вот, смотрите, ребята, что делает Николай, да? Потому что я тоже смотрю только его фотографии. Что это за материал, Коля, как делать? Это микроцемент, то есть довольно прочное покрытие, которое можно использовать. Там, ухонные зоны, ванные комнаты, полы и так далее. Вот такого плана у нас травертин. Вот такой интересный, как вы наносили, два цвета сразу будет? Нет, здесь четыре цвета, все это миксовалось по сырому. Прямо на кельме, ну, у нас? Это материал Султан, это тонкая, своего рода, перламутровая моделирующая масса, которая очень достойно ведет себя на стенах. Вот, и можно добиться любых покоев. А чем вы кельмой торцевали? Это морская лубка, там паната, то есть это была торцовка, она там кована, то есть микс тут четырех цветов и по сырому это все смешивалось. Такое нежное покрытие хорошее. Ребята, немножко поменяются, у нас менеджер, у нас такой теперь классный менеджер Юлия. Нам Юля расскажет, что это за материал, потому что реально интересно, что вот такая, как сделано. Материал называется сырой мрамор, сам эффект идет, ну вот сырой мрамор, материал энкауста аферентина. Тут идет несколько материалов и несколько цветов. Ну, это больше травертин, мармарин? Это не травертин, материал называется энкауста аферентина, это просто вот такой грубый материал. То есть травертин это вот немножко грубый материал. наносили? Сначала наносится грунт, потом наносится сам материал гаустоферентино. Дальше штука венециано-арте материал, он больше такой вот гладенький, в трех цветах. А дальше скрывается лоск. А как они добивались такую мелкую точечку? Мелкую точку это шпателем уже делали. Вот ребята спиллер, хороший материал. Видите, я просто реально не знаю, жука выступила. Показать, что ты тоже хочется. Юль, спасибо большое, мы идем дальше. Вот так вот по ламинату может течь вода, кто не видел. Здесь я подошел, есть такой стенд, называется стеновые панели. Стеновые двери уже попробовал, мне реально очень интересно. Давайте посмотрим, я покажу вам, что это такое. Реально, конечно, смотрится круто, если посмотреть там те двери, вот посмотрите, вот как мы привыкли обычные межкомнатные двери. И вот такая вот же дверь может быть установлена в комнате. Смотрите, да? То есть какое обрамление. Все, я сейчас постараюсь расспросить, как это все сделано. Не знаю, правда, сколько все это дело стоит. Плюс то, что, конечно, вот эти двери, они могут быть шпанированы, они могут, если сделать их МДФ, там или как материал правильно назвать, их можно покрывать декоративной штукатуркой, то есть вот панели. Добрый день! Да, вот нам интересно, что это за дверь, их применение, для чего они вообще нужны. Ну, все очень просто. На самом деле ничего нового нет у межкомнатной двери, да? Всем известный вариант. Это у нас ограждение помещения, личная зона и так далее, кабинет, комнату, санузел и так далее. Единственное, в наше время очень-очень-очень актуальный стал вопрос скрытых дверей, потому как это позволяет нам визуально оградить помещение без лишних элементов. Сама по себе классическая дверь, она имеет наличники и все прочее. Да, это все прячется, и то есть помещение становится целостным, можно сказать. В большинстве случаев, то есть это может быть отделка, которая переходит со стены прямо на дверь. Как мы представили, допустим, в стеновых панелях, которые могут быть в шпоне, в покраске, могут быть в стекле, в зеркале. То есть мы получаем целостность стены, без ничего лишнего, кроме единственной ручки, которую можно найти. Визуально с 2-3 метров, если она подобна правильно с инсертом, под цвет отделки, ее вообще почти незаметно. То есть, если обратить внимание, 2-3 метра отойти, мы будем видеть только розетку. И то есть специальные ручки, в которых эта розетка спрятана за ручку. Ее даже не будет видно. Для этого используется алюминиевый профиль, который позволяет нам прийти за подлецу, то есть четко к нему прийти, всем чему угодно, из материалов покрытия. А коробки или здесь? И на коробке, и на дверях. Одну секундочку вам покажу. Элементарный, самый простой алюминиевый профиль. Так это уже коробка? Это в торце вот здесь находится. Да. То есть мы делаем дверь тоньше, на 2-2,5 мм с каждой стороны. И вы потом сюда приходите любой отделкой. То есть, если это идет шукатуха декоративная, вы задаете ваш размер, толщину наносимого слоя. Мы под него делаем полотно с алюминиевой кромочкой. И у вас оно приходит четко вот вровень. Это дверь в покраске. Либо же можно изготовить такую же дверь в грунте. Под дальнейшую покраску, поклейку обоями и так далее. То есть это видно классно с той стороны. Вот, давайте вам покажу. Варианты двери самые разные, самые разнообразные. То есть, в принципе, для отделки двери можно использовать все доступные на рынке Украины материалы отделочные. Абсолютно все. В данный момент мы видим шпонированную дверь. Шпон американский орех. Шпон альпи используем. Текстура древесины четко просматривается за счет акриловых лаков. Которые, подчеркнуть хотелось бы, что в отличие от полиуретановых не выгорают от ультрафиолета. Двери грунтованные, которые подлежат дальнейшей отделке. Здесь можно сделать любое покрытие, которое у нас идет на стене. Мы можем ее покрасить в цвет стен. Мы можем сделать сюда, поклеить обои. Можем перенести декоративную штукатурку. Вариант дверей исполненный в покраске. Покраска может быть у нас по НКС, либо же по раму. Любой цвет, который подходящий под дизайн. То есть, вот так вот получится зазорчик, без наличника. Да, да, да. И вы идете покраской, переходите на дверь. Идете обоями, переходите на дверь. Идете декоративной штукатуркой, аналогично переходите на дверь. То есть, все, что вы будете видеть на стенке, это минимальный прорез между дверью и стеной. И дверная ручка. А внизу, если там, например, пол соединили, здесь есть порозик или какой. Используется для повышения звукоизоляции выпадающий порог. А стык можно сделать алюминиевой кромочкой, аккуратненько. Ну, которая из продажи у всех эпицентра. Конечно, хотелось бы где-нибудь так вживую посмотреть, где это сделано, знаете. Это самый простой вариант. Можете подъехать в наш шоурум, который находится по адресу Заречная 1Б. Вот. Там есть целый шоурум, в котором мы сделали всю мебель, все элементы декора, включая даже подсветку и наши двери и стеновые панели в шпанированном изготовлении. Хорошо. Отлично. Тогда часом к 11 можно ехать. Дверь скрытого монтажа. Вот эта вот, да, ну, идешь, вроде как будто шкаф, да, обычный там шкаф. Там, короче, лежат что у нас, футболки, да, у нас лежат штаны. Вот так вот подходишь к такому шкафу, открываешь, да, и смотрите, как попадаешь куда-то, да. Реально, он пошел. Офигеть мне понравилось. Если брать по 12-ти панельной системе, то, наверное, нужно 18 баллов. И правильно заметил, язычок не торчит. Язычок высовывается в тот момент, когда дверь закрыта. Поэтому дверь закрывается очень мягко и тихо. Вот так вот, смотри, раз, все. Как в Лексусе? Точно. Раз, это я ноготком закрывал дверь. А не было у вас такого, например, заказа, если есть коридор, там, отделан декоративкой, провертином, мармарином, и вот, например, там, вы нанесли все на стену, так вот, под камень. Реально же можно нанести материал. Такие заказы у нас очень часто встречаются, когда дверь идет не шпанированная, не крашеная, а грунтованная. Тогда их покрывают тем же материалом, как и стены. Был у нас объект один, где это было зеркало. В данном случае это шпанированная панель. Можем красить, это может быть крашеная панель. Таким образом мы обеспечиваем единую фактуру, как на дверях, так и на панелях, и на стенах. Вставочка в эту ручку может быть выполнена с того же материала, что и само полотно. То есть мы тут тоже можем вставочку из ореха сделать, и она будет тогда, как будто она сделана специально для этой квартиры. Ну и, например, вот стены штукатурены, побелены. Вот эти вот двери ставите в самом конце, или же перед покрасками, побелками, перед плиткой. В 90% случаев монтаж происходит в момент отделки стен. В момент отделки. Мы привозим полотна, выставляем полотна. У нас есть несколько видов коробок, которые позволяют подойти к ним плиткой, подойти к гипсокартонам, подойти практически к самому полотну. Таким образом, что не видно никаких стыков. Здесь вход в комнату? Да. Я думал, шкаф в купе. Здесь вход в спальню. Там такая спальня. Дуна, маленькая. Раз. Как будто какой-то шкаф. Шкаф в купе, зеркало. Очень мне понравилось. Короче, ребята, получается, вот много интересного, да, а как постараться снять, потому что реально я вот второй день вчера был в салоне, сегодня здесь на выставке. Много друзей, много общения, так что прошу прощения, если что-то там где-то не снял, не рассказал, но вам советую тоже, у кого есть возможности из выставки, приезжайте, обязательно смотрите. Что-то я для себя взял интересное и договорился с людьми, и такие материалы и видео обязательно со временем появятся на канале. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо вам за просмотр. До новых видео.